Да, ну вот, опять без моря получается. По прогнозу погоды объявили небольшой шторм и усиление ветра. Ну что ж, купальник можно убирать обратно в шкаф. Мама, мама, как же жаль. А пойдем тогда в дельфинарий, ты нам обещала. Ой, слушай, Дианка, точно. Плохая погода на море, зато можно сходить в дельфинарий. Туда и отправимся. Даша, а тебе не кажется, что Катя с Максом туда не пойдут? Они каждый год были в этом дельфинарии. Им уже скучно будет. Ну пусть тогда дома посидят, а чтоб на море не сбежали, за ними присмотрит наша няня. Клава, Кока, доброе утро. Доброе утро, веселая семейка. Какие будут задания на сегодня? Клава, Кока, ничего сложного. Хотя не знаю насчет сложности. Нужно посмотреть за Катей и Максом, чтобы они не сбежали от нас на море купаться. Сегодня шторм, поэтому купаться строго запрещено. Хорошо, будет сделано. Еще какие-нибудь задания? Чем их занять? Научить шить? Вышивать? Может нужно помыть полы? Нет, Клава, просто присмотреть, чтобы они не смогли от тебя сбежать. Все ясно, Даша. Будет сделано. Можете спокойно идти гулять. Ой, какое солнце светит мне в окно. Это значит уже утро и нам пора на море. Возьму с собой круг и куколку лол. Макс, доброе утро. Посмотри, какое солнце. Нужно вставать. Сегодня идем на море. Макс, хватит дрыхнуть. Из-за тебя опять опоздаем. А? Я что, проспал? Не знаю пока, но дома подозрительно тихо. Они что, без нас на море ушли что ли? Эй, не-не-не-не, так не честно. Мама, папа. О, привет, Клава. А где все? Доброе утро, Катя и Макс. Они ушли в дельфинарий. Круто, класс. А мы вообще-то хотели идти на море. Они что-нибудь тебе говорили по этому поводу? Да, по телевизору показали. Резкое ухудшение погоды, сильный ветер и шторм. На море сегодня нельзя. А в дельфинарий, они сказали, вы бы не пошли. Поэтому вы сегодня со мной. Чем заниматься будем? Хороший вопрос. Катя, что делать-то? На море так хочется. Так давно собирались опять. И этот шторм. Да что с погодой-то в этом году, а? Может, это сбежим все-таки? Ага. На шунюню, не знаю. Сбежишь у нее, ага. Клаб и Кока. Ну, раз мы никуда не идем, значит, мы пойдем спать. Хорошо, ребята. Ложитесь спать. Только из дома не убегать. У меня везде камеры поставлены, поэтому не думайте даже сбежать. Отлично. Спасибо, няня. Не, мы спать. Пойдем, Катя. Что же делать? Что же делать? Макс, кажется, у меня есть одна идейка. Ну, давай, рассказывай. Нужно напихать что-нибудь в кровати, как будто мы там спим. И еще это. Придется оставить обувь у кровати для полной картины. А еще нужно будет сходить в коридор и вырубить счетчик ненадолго, на минуту хотя бы, чтобы был небольшой сбой в видеокамерах. Мы тогда успеем сбежать. А няня подумает, что мы спим и по камерам будет так выглядеть. Кать, босиком на море, ты уверена, что это отличная идея? Макс, ну или так, или никак. Тем более, я видела, что полезно ходить босиком. Ну что, бежим на море или нет? Бежим, конечно. Так, все, я пошел готовить свою кровать. Так, ну как-то так. Осталось это все накрыть отделком. И здесь теперь спит Макс. Очень крепко и сладко. Так, а вот моя кроватка. Макс, ну что, вырубай электричество. Побежали, побежали и няню нашу обманули. Так, что там у меня по камерам? Спят, ребята. Ну пусть спят. А я пока телевизор посмотрю, что там за новости в мире, интересно. Может, новое программное обеспечение для меня выпустили? Кать, Кать, ну где там это море? Я уже устала прыгать босиком по этим острым камням и колючкам. О, как далеко, даже не видно еще его. Я уже, по-моему, передумал. Пойдем давай обратно, а? Кать, ну ты где там уже? Все, я никуда не пойду, я устала. Я буду здесь сидеть, на камушке. Макс, ничего страшного. Я ж не виновата, что нам пришлось идти без обуви из-за того, чтобы няня не заметила, что нас нет дома. Пойдем давай. Если хочешь, можно устроить челлендж. Кто добежит до моря, только по камням. Ну? Смотри, будем перепрыгивать с камня на камень. И так окажемся на море. Осталось недалеко, мы уже так долго прошли. Ну, принимаешь вызов? Только по камушкам, до самого моря. Макс, ну, давай, побежали. Хоп, и на камушке. Хоп, и опять. Так и ноги колючки не колют, если идти только по камушкам. Мы так хотели на море. Да, Кать, хотели. Хотели, да по-моему, перехотели. Эх, ну, вызов я принял. Так, хопа. С камушка на камушек. Где там еще? Эй, а что они у меня все так далеко? У тебя как-то близко было, а мне как прыгать? Опа, ха-ха, видала, как далеко? Так, ну что ж, сейчас доберемся до этого вашего черного моря. Ага, совсем недолго осталось. Смотри, Макс, там маяк, который указывает кораблям. Ух ты, никогда живую не видел. Ага, так здорово. Море, маяк. Ага, и не вижу никакого шторма. Что-то мама говорила. Ну как, волны. Сегодня сильные волны. Поэтому не знаю. Покупаемся только если у самого берега. У самого берега вообще неинтересно. Я надувнушку взял. Ага, на этой надувнушке нас отнесет в самое-самое черное море. Пойдем давай. Ну, что я и брал тогда, тащил еще с собой. Мало того, что босиком, так еще и надувнушку зря припер. Макс, ну все, пойдем, осталось немножко. Да, я против, что ли? Пойдем, пойдем. Я так хочу искупаться в этой соленой прохладной воде. Вот, вот уже побережье. Смотри, какие бассейники интересные. Волнами нагнала. Ну, я бы хотел в открытое море, конечно. Там такая волна. Кать, ну, что делать будем, купаться? Макс, я не знаю. Я здесь нашла какой-то маленький бассейник. Так здорово. Вода такая теплая. Может, найдем бассейн побольше и там искупаемся? Ну, не знаю, Кать. Можно, конечно, попробовать. Ну, это совсем не море получается. Да как не море? Та же соленая вода, только без волн. Ну, не знаю. Давай попробуем. Ха, так-то здорово. На улице тепло, только сильный ветер. А здесь за камнями ветра нету. Макс, купаться он пошел. А кто будет за своей надувнушкой смотреть? Ее чуть ветром не сдуло. Макс, что разлегся? Давай, убирай как-нибудь, сдувай или камнями ее наполняй. Посмотри, какой ветер смоет твою надувнушку в море. Кто за ней побежит? Ладно, ладно. Ну вот, другое дело. Теперь не улетит. Хорошо. Мама, нас не пускало. Вон как тут здорово. Подумаешь, ветер большой. Ну, волны. Ну, мы же не лезем в самое-то море. Да? Хотя очень бы хотелось. Может, хотя бы с краешку искупаемся, а? Пойдешь со мной? Тут мало воды. Тут даже нормально не искупаешься и не поныряешь. Даже медуз и рыбок не видно. Ага, а как тебе лучше, Макс? Чтоб тебя в море унесло, там и рыбок много, и медуз. Тем более огромных. Ты видел, какое нашествие по телевизору показывали? Они кусачие. Да не видел я ни разу большой медузы. Они маленькие. Эй, Катя. Катя меня сдувает вместе с надувнушкой. Я еле ее держу. Ну-ка, ветер-то какой, а? Ааа, да что такое-то? Меня сейчас унесет. Ааа, все, улетела. Ааа, Катя, помоги, пожалуйста, догнать мой круг. Фу, ну надувнуха, все, я купаться пошел. А то она все равно у меня летает. А так я в нее сяду, и она не улетит. Мда-аа, по-моему, я в нее даже не сяду. Так, дубль два, прыгаем, прыгаем. Ну, надувнуха, да куда отплыва-то так далеко? Мне туда не допрыгнуть. Придется спускаться, но там волна. А это уже страшно. Что делать-то? Арбузик. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Арбузик, ну иди сюда, туда боюсь идти, там волна. Катя, что делать-то? Сейчас унесет мой арбуз. Ну, Макс, я тебе говорила, надо было его сдуть. А сейчас не знаю, как его достать. Пусть плывет тогда уже. Так уплывет же, как я буду потом доплавать, когда торм закончится? Макс, я не знаю, это твои проблемы. Ну, здорово, спасибо, сестра, за помощь. Я сейчас туда залезу и надеюсь, что я вернусь, ребята. Помогите мне, пожалуйста, лайками. У меня очень опасное задание, мне надо спасти надувнуху. Макс, подожди меня, а то сейчас опять залезешь, куда-нибудь унесет тебя в море и все. Что я маме скажу? Нас вообще не должно было здесь быть. Должны были дома сидеть, под присмотром няни. Ты куда залез? Кать, я плыву, я плыву. Я возвращаю свою надувнуху. Так куда, в сторону моря, что ли? Я не знаю, меня куда-то несет. А, волна опять, волна, Катя. Помоги, пожалуйста. А я тебе говорила, я тебе говорила, ну что такое-то, а? Так, подожди сейчас, подожду, когда волны не будет и попробую к тебе подойти. Вот, ну все, теперь мы вдвоем надувнушки и вдвоем нас унесет в самое черное море. Отлично, Макс. Фух, еле спаслись, а? Ого, Кать, я сам не ожидал, что так будет, уж это извини. Так страшно, когда такая волна тебя уносит в море, и ты ничего не можешь сделать. Ага, лучше на камешке посидим и посмотрим на это все. Да, я больше туда не ногой, не-не-не-не-не. Это очень опасно. Правильно мама говорила, что в шторм на море делать нечего. Ну что, Кать, как тебе наше приключение морское, а? Не знаю, Макс, как для тебя, но я больше в шторм на море не ногой. Чуть море не унесло, нас обоих с тобой. Ага, так кто знал-то, что такая волна в море такая и утаскивает? Кто знал, кто знал. Вот именно, что мы с тобой сами и знали. Это ты заладил надувнушку, надувнушку. Такой ветер был. Хорошо, что все хорошо закончилось. Фух, ну что, пойдем к нашей няне, расскажем хоть, что мы проснулись. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дреноика ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Скоро покажем, как Даник и Дианка сходили в дельфинарий. Что там было интересного? Ба-бай.